Ребят, доброго времени суток. Сегодня я сделаю обзор на площадку BSCPAD, поскольку очень много вопросов по поводу него. Давайте с вами перейдем сразу к уровням. Сколько здесь есть уровней и сколько токенов нужно хранить. Это первое, что интересует всегда любого человека. Здесь есть 6 уровней. Стартуем мы с бронзы, там где нужно хранить 1000 токенов. Следующий уровень – сильвер и следующий после него – голд. В чем здесь отличие между этими тремя уровнями? Помимо количества токенов, также еще есть разный вес пула. То есть в самом простом варианте, в бронзе, пул вес 10, вес пула в сильвере 30 и в голде уже 65. Я участвую в бронзе в самом маленьком пакете. И обратите внимание, что везде локация гарантирована. В основном у вас есть 4 часа для того, чтобы забрать свою гарантированную локацию. Это достаточно удобно, потому что вы не торопитесь, ваши токени не выкупят. Вы можете забрать свою гарантированную локацию в любом из этих пакетов. Пакеты, уровни, тайр – как удобно говорить, абсолютно не имеет значения. Все это об одном. Это от той локации, которую вы будете получать. И от названия на каждой площадке оно разное. Так, давайте перейдем ниже. К трем следующим пакетам – это платинум, даймонд и блудаймонд. То есть всего их 6. Разница в том, что в блудаймонде есть еще приватная аллокация. Что там раздают на привате, я не в курсе, потому что я не встречала людей, которые холдят 75 тысяч токенов без цепада. Поэтому поделиться этой информацией, к сожалению, не могу. Так, в чем еще отличие между этими пакетами и пакетами попроще? В том, что здесь вот вы можете увидеть white list, recruitment, twitter. Не нужно делать перепосты в twitter и заполнять white list. То есть, по сути, вы уже в white list, если вы храните такое большое количество токенов. Здесь же вернемся к предыдущим пакетам. Здесь вам нужно сделать лайк, коммент и ретвит. Зачастую каждого проекта, который выходит на BSCPAD, вам нужно сделать перепост с лайком, комментом. Вот, поэтому это немножко заморочливо. В голде, если у вас уже количество 5000 токенов, не нужно заморачиваться с твиттером. Вот здесь вот нет условия, что нужно делать ретвит, коммент и лайк. Про каждый пакет вы можете почитать поподробнее, нажав кнопочку learn more. Дальше опускаемся к адвайзеру. Это те люди, которые рекламируют площадку BSCPAD. Jasper – это фаундер BlogSynx Ventures, это венчурный фонд. А Lister Lim – это фаундер X21 Digital, это тоже венчурный фонд. И Ian – это кофаундер Ferrum Network. Ниже еще три адвайзера можно увидеть. И поле контакта в конце. Поднимаемся наверх с помощью стрелочки. И давайте перейдем к с вами стейкинг. Для того, чтобы участвовать, вам нужно положить свои токены в стейкинг. Это делается для того, чтобы вы не могли быстро продавать эти токены. Сейчас объясню дальше почему. Давайте вместе с вами застейкаем какое-то количество токенов, чтобы посмотреть, как это проделается. Вот здесь пошагово написано, что нам нужно проделать. Подключить свой метамаск. Посмотреть, сколько у вас депозита доступно к стейкингу. Иметь на кошельке BNB, потому что BNB используется как топливо для транзакции. И застейкать свои токены. Вот здесь надо обязательно нажать галочку, что мы прочитали условия. Можете их прочитать, если у вас есть свободное время. И нажимаем кнопочку Next. Вводим сумму, которую мы хотим застейкать. Давайте я, к примеру, застейкую 4. Нажимаем кнопочку Next. Первое, что мы делаем, это делаем Approve. Подтверждаем транзакцию. И здесь у меня не видно окошко, поскольку есть такой классный браузер, который называется Brave. И когда вы делаете съемку видео с экрана, он автоматически вам зарисовывает ваш метамаск. И абсолютно не видно, что вы там клацаете. На самом деле функция классная, но не для съемки видео на свой YouTube канал. В общем, там ничего сложного. Вы нажимаете кнопочку Подтвердить и ждете, пока исполнится транзакция. Можете ускорить газ, если вам нужно это срочно. Все, Approve подтверждено. Вот здесь справа можно увидеть мои награды. 9 токенов. Я их могу либо же положить в стейкинг, либо же вывести. Визитроу. Теперь нажимаем кнопочку Next. И следующая уже сама транзакция будет проходить. Снова нажимаем кнопочку Подтвердить. Добавляем газа, если хотим побыстрее. И ждем, пока транзакция исполнится. Напоминаю, что газ у нас будет списываться в токенах BNB. Сверху в трех кладочках мы можем увидеть, сколько человек застейкало. 5368. Сколько всего застейкано токену без цепада. 31 миллион токенов. 15% в год мы будем получать застейкинг наших токенов. Все, нажимаем кнопочку Done, выполнено. И наши токены попали уже на стейкинг. Обновляем страничку. Помимо стейкинга у нас еще есть вкладочка Отстейкать свои токены. Но обратите внимание, что для того, чтобы отстейкать токены, вам нужно 7 дней, чтобы они отлежались. То есть вы не можете сразу отстейкать токены и продать их сейчас же. Вам нужно будет ждать целых 7 дней. Вот здесь есть вкладочка Вывести ваши токены. Для этого нужно поэтапно подключить метамаск. Дождаться, чтобы 7 дней прошло после периода, как вы их нажали отстейкать. Обязательно, чтобы у вас были токены BNB для комиссии. И после чего вы можете уже благополучно вывести свои токены без степана на свой кошелечек. Они у вас появятся во вкладочке Unstaked после того, как 7 дней пройдет. Давайте перейдем на главную страницу, посмотрим, как участвовать в проектах. Во-первых, вам нужно будет пройти кьюз. Кьюз проходится один раз для всех проектов. Здесь ничего сложного нету. Я уже прошла кьюз, поэтому не могу повторно это сделать на видео. Там нужно прикрепить несколько документов, в том числе паспорт и proof of residence. То есть это ваша прописка на английском языке. Проще всего ее запросить в банке, попросить выписку денежных средств с вашего счета на английском языке. И там будет указан ваш адрес. Нажимаю вкладочку проекты. На данный момент у нас активный проект Allium Finance. Вот здесь есть описание, когда начинается сейл. First come, first save opens. Это значит, что мы можем докупить еще немножко аллокации, в зависимости от того уровня, на котором мы именно в то время. То есть в 12.45 по всемирному времени мы можем поучаствовать в First come, First serve и докупить еще немножко токенов. Но если вы участвуете на пакете бронза, то вам этого делать абсолютно нету никакой необходимости, поскольку вы больше BNB сожжете на комиссию, чтобы успеть, чем вам дадут токенов. Поэтому это есть смысл делать уже хотя бы с голда, с пакета голд. Написано, когда он закрывается. На 1 электронный доллар сколько вы можете купить токенов. Тикер токенов ALM. Total supply. И сколько всего свапнуто. Во вкладочке Your Allocation вы потом увидите токены, которые вы сможете заклеймать. В основном клейм происходит после листинга уже, чтобы вы со старта не смогли их продать. Нажимаем кнопочку Approve, подтверждаем транзакцию. Сначала нужно сделать Approve обязательно, потому что это первое взаимодействие кошелька с этими токенами. Поскольку они еще нигде не листились, соответственно вы с ними взаимодействовать нигде не могли. Все, Approve прошли. После чего нажимаем кнопочку Join Pool. Здесь нажимаем кнопочку Maximum, подключаемся Join. С правой стороны мы можем увидеть, что максимум на мой уровень бронзы мне насыпают на 10,5 долларов. И сейчас посмотрим, какое количество токенов это будет. Раунд аллокации закрывается на данный момент в съемке видео через час и 20 минут. Вообще, чтобы выкупить свою аллокацию, вам дается 4 часа. Все, мои токены перенесли в другую графу Swapped, то есть я их уже свапнула. И на 10,5 электронных долларов мне удалось купить аж целых 33.6 токенов. Давайте перейдем с вами на какой-то проект, который уже прошел, чтобы я могла показать, где будет кнопочка Claim. К примеру, возьмем проект TerraBlock. Подключаем кошелек. Кстати, каждый раз, когда вы обновляете страничку на BestiPad, вам нужно повторно подключать кошелек. Так что учитывайте это. И вот здесь мы можем видеть, что наша локация была 96 токенов. Вот здесь есть кнопочка Add Token to MetaMask. Вы нажимаете эту кнопочку, автоматически ваш токен добавляется в MetaMask. Нажимаете кнопочку подтвердить, и у вас в MetaMask уже есть этот токен, то есть вместе с адресом контракта. После чего нажимаете кнопочку Claims Token, и ваши токены появляются у вас на кошельке в MetaMask, и вы можете уже их продать на Pancake Swope. Все, надеюсь, это видео было полезно, и мы разобрались со стейкингом, с тем, как отстейкать свои токены, как поучаствовать в продаже токенов, и вообще обзор этой площадки. Спасибо большое. Если понравилось, ставьте лайк, и обязательно колокольчик подписывайтесь на мой канал. Сразу забегаю наперед, голос у меня уставший, потому что у меня час ночи, а я все время пилю контент. Поэтому поддерживайте лайком, и спокойной ночи.